10 аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в городскую клиническую больницу номер 6 Твери. Еще три аппарата направлены в областную клиническую больницу. Также на Тверскую станцию переливания крови поставлен новый стерилизатор. Медицинское оборудование закуплено в рамках формирования необходимого резерва медтехники и оборудования для лечения противодействия распространению коронавирусной инфекции. В конце марта свыше 149 миллионов рублей было выделено из резервного фонда правительства региона на закупку средств профилактики, диагностики, лечения коронавируса. Ранее также был принят ряд решений о приобретении дополнительного медицинского оборудования и средств защиты. Правительством Тверской области накануне было одобрено приобретение расходных материалов для обеспечения работы аппаратов ИВЛ. И в этом помогают несколько производств верхнего лжия, которые безвозмездно занялись выпуском необходимых для медицинских нужд деталей. Тверской ваконостроительный завод, компания электромеханика взялись за производство штуцеров и переходников для кислорода. Оказалось, что у нас только делаются они в Туле, это и то в небольшом количестве. Наши предприятия делают это просто на безвозмездной основе, поэтому количество, которое мы посчитали, должно быть более 500 штуцеров для всех аппаратов ИВЛ, которые будут с учетом уже имеющихся переходников. Поэтому в такой кооперации в Тесной мы все вместе работаем. Из резервного фонда правительства Российской Федерации Тверская область также получила 269 миллионов рублей на развертывание и оснащение больничных коек. В настоящее время госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана на базе 16 учреждений здравоохранения. Ведется работа по созданию резервных коек. Мы свой план включаем больницы РЖД, больницы Федерального медико-билогического агентства, военные госпитали, которые находятся на территории нашего региона. Но для нас это, я думаю, тоже большая польза проанализировать вообще, как вся наша система здравоохранения может работать. Я надеюсь и уверен, что это все не понадобится, но я думаю, хуже не будет, когда мы все это попробуем вместе, что называется, собрать, сшить и посмотреть, как это все работает в одной единой системе. Развивается и лабораторная база. Исследования на коронавирус проводятся в центре имени Аваева, на базе Центра гигиены и эпидемиологии, медико-санитарной части номер 141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. К работе также планируется подключить Тверскую станцию переливания крови. Очень внимательно относятся к проведению тестов. То есть, если тест сомнительный, они его не записывают ни в минус, для того, чтобы не испортить статическую, а переделывать его по один, по два раза, если такая необходимость есть. То есть, все делается очень ответственно. Также для медицинских учреждений приобретают более 1600 единиц оборудования, аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.